Так, вот новый ролик по Path of Exile, в этот раз я качаю последний ролик, что-то по искре что-ли был, но я опять же рипнулся искрой, вообще, ну, пиздец, я даже сам не понял как. Теперь качаю Ведьмачку с Essence Drain и Contain, то есть инфекция и похищение сущности. Вот я уже прошел первую лабу, такой достаточно жирный, да, уже на 45 уровне, 1716 хп и 338 щита. Ну, я потом в ЕС, наверное, если дойду до третьего озера, то буду в ЕС и бегать. Вот сюда поставлю Energy from Visin, чтобы хп переделать в щит, вот, и буду бегать с одним хп потом. У меня 1301 урон хаосом в секунду, вот, видите, то есть есть урон со снаряда, а есть именно самого хаоса. Вот такой у меня жезл из плавника, его обычно используют для кача. Вообще, мне очень нравится этот скилл, да, Contain плюс Essence Drain, очень, в принципе, и боссов, и всех, да, и группы врагов очень сильно вышибает. Contain, он при смерти заражает всех врагов вокруг, то есть очень мощная цепная реакция получается, когда враги рядом стоят, вот, даже не надо на всех накладывать. Можно просто, ну, нескольких врагов задеть. Вот видите, все остальные тоже умирают, то есть очень, ну, очень мощная вещь, очень мощный скилл. Так, вот видите, так, звук громче сделать, потому что ОБС, он пиздец, как звук ворует. Вот, вот так, может там чуть лучше слышно будет, не знаю, но вообще скилл очень мощный, хороший. У меня, видите, проклятие, путы времени стоят на богохульстве, то есть используется как аура богохульства. Готово. Вот такой камень, вот такую можно цветную сферу получить, если продаешь, вот такой артефакт с тремя связанными цветами. Чищоба, чищоба, это уже локация, она не нужна, там ничего нет. Ну, портал тоже мне, по сути, тут не нужен. 12 ачивок у меня есть, уже дали эту микротранзакцию, эффект следы разлома. Вот, видите, всех замедляем, мне даже не дамажит особо, вот видите, цепная реакция, какая жёсткая идёт по всем врагам. Вот, видите, как сразу все умирают. Жёстко-жёстко. Правда, один хрен какой-нибудь босс ваншотнуть может. Надеюсь, что не ваншотнет. А так я ещё северную броню использую, ну и голема, каменного голема, чтоб он мне хп регенил. Так, секунду. Проверял кое-что. Надо будет потом качнуть, когда с ЕС, вот, с иммунитетом хаосу, если вкачать, надо будет обед фанатиков качать, чтобы энергощит регенился от эссенс дрейна. Там, на самом деле, очень маленький процент от урона регенит, то есть, там, ну, очень много урона нужно от эссенс дрейна, по сути, чтоб он реально заметно регенил. Так-то мне всё равно хилки приходится использовать. Плюс трупы взрываются у меня, вот, вкачано. Длительность проклятия, да, энергощит, и плюс трупы взрываются. Ну, с некоторой вероятностью. И проклятые враги больше урона получают. Насчёт разломов я пока хз. Не буду лучше даже трогать, честно. Ну, как, я их открывал, да, зачищал, но... Я думаю, на третьей сложности я вообще разломы даже трогать не буду. От греха подальше, как говорится. По сути, надо будет потом со щитом бегать. То есть, удар щитом надо будет взять. Ну, вот, я покажу, да, вот, как уник умирает быстро. Видите, он даже двигаться не успевает. Плюс у меня увядание стоит на щите. Короче, ничего нового, обычный эссенс дрейн. Прям как все делают, так и я. Вот такой у меня посох. Тут вытягивание сущности, манипуляция пустотой, плюс контролируемое разрушение. Надо будет потом 6 линк мутить попозже. Так, пока вроде урона хватает. Хотя урона мало не бывает, опять же. Точнее, много не бывает, я бы сказал. Вот у меня ускоренное сотворение чарной инфекции стоит и расширенная область действия. Иначе очень маленькая область. Плюс у меня модификатор области поражения 25% от скиллов. Ммм, черт. Я забыл очко получить умений. Я всех мастеров убиваю, короче. Мне вообще похуй. Я на всех сожностях всех буду убивать. Не вижу смысла даже кого-то в живых оставлять из мастеров. Не знаю, может что-то по-другому делает. Я так буду. Так. Я, короче, вот так вкачаю. И вот тут урона чары. Вот это вкачаю. Отлично. Живучесть, энергощит. Я не знаю, когда на хаос и на кулейшн переходить. Я думал, на 68 уровне, где-то на третьем озере. Хотя некоторые в конце второй сложности переходят. Да, вот. То есть в конце вот этой сложности. В конце жестокого мира. То есть я не знаю. Надо будет посмотреть. Когда там... Просто мне кажется, что хаос и на кулейшн, он живучесть убьет. Потому что я не смогу хилками хилиться. Потому я, ну, я не уверен. Стоит ли реально с ним ходить с одним хп? Хотя некоторые, как я сказал, переходят. Не знаю. Хотя лучше, вроде, наверное, с одним хп. Ой, ну, наоборот, через хп ходить. До третьего озера. А там уже на ЕС переходить. С регалией. Ты регалию-то оденешь только на 68 где-то. Насколько я помню. Трупы взрываются. Тоже урон наносят дополнительно. Вот тут локация заебистая. Заебешься проход находить. Вот видите, какая цепная реакция жесткая идет. Фотис. Продержите цель при малом количестве здоровья. Я не знаю, как это сделать, когда я почти всех ваншотаю. Ну, хотя у уника там больше хп будет. Вот видите, как я и сказал, очень такая локация, запутанная. Древняя пирамида. Заебешься тут проход искать. Да, как я сказал, на третьей сложности я даже открывать, пожалуй, не буду разломы. Потому что я и так от них нафидел, уже нарипался. Это хардкор, если что. Бридж, хардкор. Оп, чё-то выпало. Ай, чёрт. Деталь доспеха. Почему не могут а этому сразу выпадать? Только после того, как я убежал. Замедление жёсткое. Враги даже вообще не автотачат по мне, видите? И насколько я сильно замедляю. Камни высокого качества нормально. Можно потом на призму камни реза обменять. Охренеть, просто цепная реакция жесточайшая. Так, тупик. А, всё, нашёл проход. Пиздец, синие монстры живучие. На самом деле. Cast one damage taken у меня, кстати, пока нет. Я даже хз, чё там на него ставить. Ну как, я догадываюсь, что на него ставить? Конечно. Ну, пока вроде без него обхожусь. Играю с макросами, чтобы, если что, логаут сделать быстро. Потому что, реально, иногда без макросов вообще выжить невозможно. На самом деле. хоть это всего лишь сюжетка, но всё-таки опять тотем. Вообще, мне нравится на самом деле этот персонаж, да, вот этот скилл Essence Drain Contain. Красиво, эффективно. И как говорят, он всё убивает всех боссов. Мне хотя бы сюжетку пока пройти. Кстати, вот этот скилл, да, его можно брать сразу с 12 уровня. Essence Drain открывается, по сути. Можно уже с 12 уровня с ним бегать. и будет весьма эффективно. Ну, так, конечно, такой себе дамаг, конечно, не сказать, что прям какой-то там сверх. По боссу именно, да? Вот от этого лучше мансить. Оп. 8 секунд тотем живёт. Мне кажется, с боссом чуть тяжелее, чем с остальными. Само собой, это же босс. Вот эта херня много дамажит, кстати. Видите? Так, удар. задоржена. Задоржена. Готов. Как-то так тоже босс лёг. Ну, нормально, в принципе, что убил. Так или иначе. промежуточные боссы, да, это же босс актов заключительный. Какие-то полегче уники быстрее, соответственно, сдохнут. То есть такое. Взрывчики красивые тоже. Вот это. Красиво, красиво, эффективно, красиво. стильно, модно, молодёжно. Оп, хорошо. Когда враги толпой ходят, вообще идеально. Капитан стражи. Ну, капитан стражи, очевидно, побыстрее дохнет. Это такой простой уник. Северной бронёй я всегда ходить не буду. Это, наверное, только на сюжетку. Чисто сюжетку пройти. Потом надо будет с этой ходить. С дисциплиной. Ну, что ж, вот как-то так. Как-то так короткозор такой. Подписывайтесь на канал, будет ещё видео. Вот, как-то так. Вот так. Вот так. Продолжение следует...